О жизни духовной замолвицы слова. Сразу два ведомства Министерства образования и Министерства здравоохранения подписали соглашение о сотрудничестве с епархиями Мордовской митрополии. Эти соглашения должны помочь в реализации планов по нравственному воспитанию подрастающего поколения, а также оздоровлению всего общества, как в физическом плане, так и в духовном. Татьяна Бебинова продолжит тему. Воспитание детей и молодежи на основе традиционных ценностей в духе патриотизма, любви к родине, укрепления семейных добрых отношений. Эти постулаты важны в современном обществе как никогда. Потому образовательное сообщество и Русская Православная Церковь решили восстанавливать утраченное и укреплять достигнутое в духовном воспитании совместными действиями. Чтобы эти проблемы осмысливались молодежью, чтобы они готовились ко встрече с большой жизнью. И, конечно, для осуществления этих задач требуются совместные усилия школы, семьи и церкви. Основу православной культуры – предмет, который сегодня уже изучают в школе по желанию. Подписанное соглашение позволит систематизировать взаимодействие преподавателей основ православной культуры и священнослужителей, чтобы предмет этот был и полезным, и очень интересным школьникам. Там, где ведется этот предмет, в тех школах, где это системно проводится, замечено это, проводятся исследования, намного снижается преступность в подростковой среде. Мы живем в обществе, мы неразрывно связаны с нашей религией, конечно, духовным воспитанием. Здесь мы делаем одно дело, и именно консультации, как правильно сделать, как правильно преподавать урок. У нас тоже есть очень много вопросов, когда мы обращаемся к епархии, мы получаем грамотные, очень хорошие именно ответы. Духовно-нравственные ценности – то, без чего не может существовать и здравоохранение. Подписание соглашения между епархиями и Минздравом должно укрепить давние сотрудничества и расширить вопросы взаимодействия. Министр Михаил Морозов отмечает, что совместная работа уже помогла снизить количество абортов и самоубийств. Нет такой сферы, где, скажем, нельзя проследить совместную работу. У нас есть и морябные комнаты, есть другие культовые сооружения на территориях лечебных учреждений. Вот это мы приветствуем, значит, и, в принципе, это очень нравится нашим пациентам, жителям Мордовии. Владыка Зиновий, отметив высокий технологический уровень медицины в Мордовии, добавил, что наряду с этим нужно повышать градус доброго взаимоотношения между врачом и пациентом и всем вместе популяризировать здоровый образ жизни. Татьяна Бебенова, Сергей Бебенов. Наши новости.